Пятимесячный Умарали, долгожданный первенец в семье Назаровых-Юнусовых, имел бы все права называться петербуржцем по месту рождения, но 13 октября был отлучен от матери сотрудниками полиции УМВД по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга и в ночь на 14-е скончался. Мы выражаем искреннее соболезнование родителям малыша. В этой жизни нет ничего страшнее, чем в гроб ребенка на плечах родителей. Эта смерть по определению должна была всколыхнуть общество, стать резонансной на 10 баллов по 10-бальной шкале. Но нет. Полное молчание основных каналов и главных СМИ страны. Несколько проходных сюжетов, эмоциональная колонка от известного журналиста и все. Мы, безусловно, максимально заполним эту пустоту. Корреспондент Центрально-Азиатского телевидения Виктория Буткевич сейчас в Питере, и скоро мы увидим ее большой репортаж. А в программе эксперты, президент российского некоммерческого партнерства «Этмос» Карим Джон Йоров подробно рассказал нам о нарушении Конвенции о правах ребенка, ратифицированной России, о том, как он видит продолжение истории, об аналогичных случаях и собственной практике, и молчание официального Душанбе. Последний факт я бы особенно подчеркнул и прокомментировал так. Бог им судья. Сейчас я хочу говорить о том, что нам, обществу, предлагается взамен подробности смерти у Морали, настоящего журналистского расследования и мнения экспертов всех структур, заинтересованных в поиске правды. Очень показательен в этом смысле сюжет одного из главных так называемых новостных каналов телевидения. Но прежде послушаем рассказ адвоката семьи погибшего малыша Олега Барсукова о разговоре с теми самыми сотрудниками во время одного из его визитов в Адмиралтейском МВД Северной столицы. Выводы делайте сами. У людей, они даже уже рефлексии никакой нет. Желают любви к людям, они говорят спасибо нам, только если у них хватало. Уже по определению такая антигуманистическая концепция, антигуманистический взгляд на жизнь. Любовь к людям, спасибо не надо, нам этого точно не надо. Это ответ, который очень о многом говорит. Так что же предлагает нам телевидение в лице одного из главных так называемых новостных каналов взамен серьезного разговора об истинных причинах питерской трагедии? А вот эту подделку, чтобы всем было ясно, насколько великую опасность российскому обществу несут таджикские мигранты, не знающие пощады даже к женщинам. Сколько женщин удалили? Два. Две женщины? Да. Сколько денег забрали? За каждые 2-3 тысячи рублей. 2-3 тысячи? Да. Деньги на что потратили? Ну, одежды покупали. Что уж про детей говорить, продолжит обыватель, который, возможно, уже прочитал официальную справку пресс-службы на сайте Следственного комитета. В особенности, вот эту его часть. Одновременно сотрудниками полиции проводится доследственная проверка в отношении родителей умершего мальчика, в действиях которых высматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кондекса России, это неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Разбором этого сюжета не нам бы заниматься, а властям Таджикистана. Ведь сюжет прямо говорит о том, насколько негативно таджикские власти настроены по отношению к России, иначе бы они не присылали сюда своих отъявленных головорезов, которые днем маскируются под строителей, а ночью разбойничают. Но мы должны это сделать, с трудом превозмогая чувство брезгливости. Итак, сначала нам рассказывают, что задержаны 500 строительных рабочих мигрантов из стран ближнего зарубежья за причастность к преступлениям. Заметьте, слово некоторых не звучит вовсе, и получается, что причастны все 500. Оперативно и без лишнего шума. Московские полицейские при поддержке бойцов ОМОН провели профилактический рейд на стройке многоэтажных домов по улице Заречной. Работали меньше часа. В итоге задержанных около 500 человек. Все они прибыли в Москву из стран ближнего зарубежья. Их проверят на предмет законности нахождения в нашей стране. Кроме того, немаловажный аспект проверки – это возможная причастность к преступлениям, совершенным в столичном регионе. Рабочие доставлены в отделы полиции, где пройдут соответствующую проверку. Потом нам объясняют, что 500 человек были задержаны из-за двоих граждан Таджикистана, причастность которых к ночным нападениям на женщин уже доказана. Рейды по мигрантам решили проводить неспроста. В последнее время в Москве участились случаи нападения на женщин, в основном ночью. Причиной для проведения рейда «Мигрант-2015» стало задержание двух граждан Таджикистана, которые грабили женщин в Москве. Уже доказано их участие как минимум в пяти разбойных нападениях. Примечательно. Сюжет опубликован 21 октября. А учитывая, что это новостной канал и репортаж не мог лежать на полке по определению, получается, что вина этих двоих была доказана всего за пару часов. Прямо во время рейда, надо полагать. Ведь если было проведено целое следствие, прежде чем произошли массовые задержания, то, во-первых, почему об этом не рассказали, а во-вторых, зачем задерживать целых 500 человек? Впрочем, я о журналистике, а тут ее и не пахнет. Пример в обосновании моих слов тут же и последовал. В качестве прямого доказательства вины арестованных нам предлагают вот эти голливудского качества кадры. Где они сняты, в каком городе, в какой стране, в каком веке, это не важно. Важен закадровый текст. Арматура, калечат, оттаскивает сумочка, кошелек. При этом девушек, которые и так отдали бы все, что есть в сумочке, калечат. На этих кадрах видно, как нападающий бьет женщину сзади, арматурой поголовил, убедившись, что она без сознания оттаскивает в кусты, где забирает из сумочки телефон и деньги. Следом нам показывают лицо преступника, таджика. Причем только одного, так же, как и в голливудской хронике. Там тоже один человек. И, наконец, хэппи-энд. Можете спать спокойно, дорогие сограждане. В отношении гастарбайтеров, чья причастность к преступлениям доказана, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Вот так, походя, оперируют цифрами в несколько сотен людей, подчеркнув вначале, из какого региона они приехали в столицу, а потом, сузив рамки до одной этнической группы, внешне благообразные ребята в очередной раз расписались в предательстве профессии. Так и слышатся их голоса в общем хоре. «Нет, спасибо, не надо нам вашего счастья. У нас собаки есть». Таджикские соцсети взорвались возмущением. Там все чаще слышны восклицания, зачем нам нужны такие дружественные отношения. А весь миллион с небольшим таджикских иммигрантов в стране, посмотрев еще и репортаж о задержании десятков террористов Хизбут-Тахрир, столь же низкого профессионального уровня, но где в кадре крупным планом снят таджикский паспорт, четко расшифровал сигнал. Будете выступать со своим погибшим ребенком, будет еще хуже.